Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем изготовление композиции летавшей клей в гвардии иконного полка Российской империи. И сегодня мы поговорим об инженерных вопросах этой скульптуры и вообще о креплениях, о прочности, надежности при сохранении красоты и изящества. Сначала я объясню, что вы видите на экране, а затем поговорим. Сейчас готовится место для седла. Седлом я условно называю вставку, которая включает седло, подушки и два крыла, под которыми находятся приструги и подпруги, в общем, куча ремней. Это ножевом коне. У меня это будет цельный кусок, имитирующий сложное устройство седла. Эта вставка закроет место соединения двух половин коня. Соединяются они так. Задняя часть коня уже склеена с удлинительным кольцом, в котором есть отверстие под штифты для ориентировки передней части коня, отверстие под центральный штырь и отверстие для соединительного винта. Резьбовое отверстие штыря немного смещено по отношению к отверстию винта. За счет этого смещения винт стягивает две половинки, что очень важно для их склеивания ПВА. После изготовления и подгонки седла винт будет проходить и через седло, и до общей склейки будет временно удерживать всю конструкцию в сборе. А теперь о скульптурной инженерии. Иногда видишь, что для удержания скульптуры в Ронаресе авторы используют, мягко говоря, неэстетичные подпорки. И думаешь, неужели художнику не жалко своей работы? Где-то можно его понять. Он представляет, как его шедевр будет транспортироваться на выставке всего мира, и как варвары, грузчики в аэропортах и на железнодорожных вокзалах будут швырять его скульптуру, несмотря на рюмочки и зонтики, безмолвно, малячие, не кантовать. Конечно, прочность и надежность жизненно необходимы, особенно в больших скульптурах. Ведь их падение или падение их частей может привести к трагедии. Немало случаев, когда обычная лепнина под крышей старых домов падала, травмировала и даже убивала людей. У нас в Запорожье деревянная скульптура в парке упала и убила восьмилетнюю девочку. Подобный случай был и в Ленинградской области. В Люксембурге под ледяной скульптурой погиб ребенок. Скульптор Луис Хименес, выполнявший заказ в 2006 году от аэропорта Денвера, был убит собственным изваянием. На него упала голова его голубого мустанга. И, напротив, ответственный подход к прочности скульптурного сооружения в Нидерландах не дал рухнуть с моста целому вагону поезда метро. Скульптура «Хвосты китов» поймала вагон и спасла человеческие жизни. Восхищаюсь, когда в огромных тяжелых скульптурных, архитектурных, технических сооружениях инженерная мысль позволяет сохранять наряду с прочностью легкость, изящество, оригинальность. Скульптурой есть же кинзеры, висящие в воздухе. Конные скульптуры с двумя точками опоры. К ним мы еще вернемся. Висячие дома в Испании. Вот необычный дом рыбного хозяйства в Индии. А когда взлетает наша Мария, Ан-225, дух захватывает. Ведь это же тоже произведение искусства. Искусство и науки. Да, когда-то мы делали сверхсамолеты, а теперь не умеем мишку деревянного в парке закрепить. Обидно. Но сейчас не об этом. Мне всегда нравилась воздушность скульптуре, в которой, как правило, заключена некая тайна крепления. Эти тайны инженеры-художники подсматривали у природы. Каким ветрам порой противостоит тонкое деревце? Какой силой обладают ноги лошади или пасть хищника при относительно небольших размерах? А еще немного обмана. Обмана зрения, который часто используют иллюзионисты. И я тоже пытаюсь делать фигуры воздушными. Таких работ много. Начало рода человеческого, жертвоприношение Авраама, похищение Прозерпины, спасение Маргариты, семья эльфов, Орел, Прометей, футбол, гимнастка и другие. Вот здесь композиция синхронные прыжки. Опорный стержень замаскирован в бамбуковой ручке сачка Эбису. В работе Старики моря рыба стержень находится в хвосте марлина. Он достаточно прочный, чтобы удерживать рыбу, но перевозку такая композиция может не выдержать. Поэтому для нее изготовлен специальный двухэтажный ящик с отдельным креплением для марлина. Акимона Хатей футболист. Мяч как будто висит в воздухе. Много воздуха и иллюзий парения в двух других работах трилогии Старики моря. В таком же стиле хочу выполнять и работу эманации эмансипации, которую я начал и показывал вам, дорогие друзья, в Костелине. Вернемся к конным статуям на двух опорных точках. Конные бронзовые скульптуры, опирающиеся на две точки, это сложный инженерный расчет распределением масс в отливке за счет разной толщины стенки. Таких памятников не так много в мире, два-три десятка. Первая такая скульптура, фонтан Леопольда, была изготовлена в Австрии еще в 17 веке. Затем были памятники Эндрю Джексону в Вашингтоне и в Новом Орлеане, большая скульптурная композиция с Николаем Первым на коне, работы Петра Клотта в Санкт-Петербурге и другие. С приходом в советскую власть памятник царской особи царю Николаю Первому понятное дело хотели снести. Вообще снос памятников это не новая мода новых патриотов, это давняя добрая традиция. Например, статуя Марка Аврелия на коне, созданная на заре христианства в 176 году, сохранилась только потому, что ему в руку кто-то догадался вставить крест, и Марка Аврелия приняли за своего, за императора Константина Великого, канонизированной тогдашней христианской церковью. Советская власть не уничтожила памятник Николаю, лишь потому, что какой-то искусствовед убедил партийных чиновников, что бронзовый усадник, наконец стоящий на двух опорных точках, это уникальное произведение русских мастеров, которому нет равных в мире. И хотя в мире были еще такие скульптуры, в целом это правда. Рассчитать равновесие и прочность такой скульптуры в то время было делом небывало сложным. Таким образом, работа выдающегося мастера Петра Клотта была спасена. Сегодня громят памятники по всему миру. Удивительно. Невежество и дикость нравов пострадали за многие тысячелетия гораздо меньше, чем произведения искусства. Они не покрылись даже патиной, а наоборот, заиграли новыми красками. Ура! 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 Я считаю памятник Николаю Первому совершенным творением и не только в инженерном смысле. Я использовал его как одно из опорных изображений для постановки летавщика. Кстати, Николай Первый был шефом конногвардейского полка и изображен в мундире и со всей атрибутикой воина конной гвардии. Разница во времени здесь практически не имеет значения, потому что касается она униформы, а униформа у нас особая, музыканта-барабанщика и соответствует началу 20 века. Как я уже говорил, главным прототипом коня стал конь Леонардо. Вот уже вырисовываются схожие черты. Я еще расскажу о нем подробнее. Сейчас скажу, что Леонардо да Винчи спроектировал первоначально коня, вставшего на дыбы, то есть стоящего на двух опорных точках. И если бы герцог Сфорца позволил ему это сделать, то именно скульптура Леонардо стала бы первой с такой конструкцией. Современные специалисты доказали, что все расчеты его оказались верны. Но это было настолько революционно, что заказчик не решился, не поверил, даже хотел пригласить другого скульптора. В интерьерной скульптуре нет серьезной опасности кого-то травмировать. Но если только в разгар интеллектуальной дискуссии об искусстве специально не ударить по голове оппонента. На этот случай я как раз предусмотрел тяжеленную каменную поставку, которую быстро поднять не удастся. И еще один охладитель пыла, длинный винт, который нужно долго крутить, да еще и специальной отверткой, чтобы отделить скульптуру от подставки. Я надеюсь, что бросаться скульптурой никто не будет. Но она тоже нуждается в инженерном подходе. Поскольку левая задняя копыта растет прямо из блина подставки, а правая хоть и немного, но тоже оторвана от земли, о металлическом стержне не может быть и речи. В данном случае его не хватит, а он скорее ослабит естественное соединение. В связи с этим скульптура требует дополнительной и лучше боковой поддержки. Поэтому оставлен массив для такого стелющегося дуба с закрученным стволом и массой листьев и желудей, который соединяется с пятками задних ног лошади. Но и этого, мне кажется, недостаточно. И хвост я сделаю еще одну деталью поддержки. Он будет служить таким мостом, соединяющим основание с крупом лошади, то есть с еще одной точкой коня, которая находится выше пяток. Соединение будет на 3-х миллиметровых стальных штифтах и на клею. Кроме того, хвост будет очень удобен для переноски скульптуры до того, как она будет смонтирована на подставке. А таких переносок будет немало. Держаться можно будет за хвост и передние ноги коня. Другие места будут насыщены атрибутикой, ремнями упряжи и трогать их руками нежелательно. Переходим к всаднику. Меня интересуют, во-первых, складки. Вот эти вот. Давай я расстегну сначала, пожалуйста. Он, в отличие от коня, в одежде, поэтому нужно разобраться со складками. Жена любезно согласилась воспроизвести историческую сцену. Ведь не каждая женщина согласилась бы в качестве лошади. И не каждая выдержала бы меня. Ну, не мой вес. У нас ведь женщины известны. И коня на ходу из огненного дома вынесут. А мою занудливость. А эти пуховицы оторвало, что ли? Вот это там еще дома. А, подожди, я застегнусь неправильно. Только моя дорогая Аленушка. Это тот самый пиджак с печатью чести. Помните, я говорил, он у меня еще с 1812 года. В смысле, вы поняли. Я в нем позировал сам себе, когда делал партию в 1812. Вообще, он гораздо старше. Это еще от покойного Воронина. А пока вояются детали человека. А это я уже не раз показывал и комментировал. Вернемся к коню Леонардо. Я обещал рассказать его историю. Итак, миланский герцог Ладовика Мария Сфорца по прозвищу Моро, что означает Мавр, в 1482 году принял на службу в коллегию герцогских инженеров, еще малоизвестного тогда как художника, 30-летнего Леонардо да Винчи. Прежде всего, в качестве инженера. Инженер тогда было очень емкое понятие. Леонардо должен был заниматься архитектурой, гидротехникой и даже конструированием военных машин. Кроме того, он занимался устройством дворцовых праздников и слава о них разошлась по всей Италии. Леонардо предложил герцогу множество своих проектов, от легких и прочных мостов до новых, невиданных до того времени, видов вооружения. Ладовико понял, что перед ним человек всемогущий и в технике, и в искусстве. И будучи, как потом оказалось не слишком дальновидным политиком, поручил не строительство фортификационных сооружений, а памятник всадника, который должен был увековечить память его отца, Франческо Сфорза, для чтобы этому памятнику не было равных в мире, во всяком случае, по размеру. Высота этой композиции должна была быть 7,5 метров. О первом проекте я уже говорил, «Конь, вставший на добы, напугал герцога», и тогда Леонардо предложил другую постановку, над которой работал 10 лет. Изучал анатомию, регулярно посещая конюшни герцога и других вельмож, и запретал новые технологические приемы для литья. Ведь для этой скульптуры нужно было порядка 70 тонн бронзы, которая должна была заливаться и остывать точно по расчету, и не из одного, а из нескольких горна. Результатом 10-летней работы Леонардо, ну, понятно, что он параллельно занимался и другими делами, стала огромная глиняная статуя коня. Конь был так хорош, что любая сброя и любой всадник были бы лишними. Может быть, это кардинальное отклонение от заказа обидело герцога, и он не спешил с отливкой. Однако же выставленная перед дворцом Сфорца глиняная модель коня произвела настолько сильное впечатление, что с этого дня Леонардо да Винчи стал знаменит. В Милане начали собирать бронзу. Когда ее накопилось уже 60 тонн, был назначен день отливки, но по неизвестным причинам отливка была отменена. А вскоре лодовик Сфорца отдал всю бронзу за долги своему тесте, герцогу Ферраре на литье пушек. Конь простоял еще несколько лет, а затем в Милан вошли французы. Французские арбалетчики сделали коня мишенью, в трещины от стрел попала вода, и в первые же морозы статуя рассыпалась. Леонардо, к счастью, этого не увидел, так как покинул Милан после его захвата французами. Через 500 лет история продолжилась. В 1977 году американец Чарльз Дент, прочитав в журнале о драматической судьбе скульптуры, увлекся идеей ее воссоздания и даже создал на свои средства целую компанию «Конь Леонардо да Винчи» и «Денежный фонд». В проекте участвовало три десятка специалистов. Дент потратил 17 лет своей жизни и немало средств, но так и не дожил до завершения проекта. После смерти Чарльза Дента организация продолжила работу, ее возглавил племянник Чарльза Питер Дент. Под его руководством и за деньги владельца сети гипермаркетов Фредерика Мейера приглашенная скульптор американо-японского происхождения Нина Акаму создала новую мастер-модель, по которой впоследствии и были отлиты две бронзовые скульптуры. Одна из них установлена перед Миланским ипподромом, вторая в Мичиганском парке скульптур. Современные технологии и литья, и расчетов позволили сэкономить бронзу. На отливку одной статуи пошло всего 18 тонн. Позже были изготовлены еще несколько копий разных размеров, в том числе фибергласовая под бронзу на остальном каркасе. Разборная, как раз для перевозки и демонстрации на разных выставках. Конь Леонардо не менее прекрасен, чем самолет Мрия, если позволите такое сравнение. В чем я не уверен, что он похож на того, которого задумывал Леонардо. Его все же сделала Нина Акамо. Хуже или лучше, чем сделал бы автор идеи, не знаю, никто не знает. Но этот конь потрясающий. Но что я хотел сказать, поведав эту историю. Сам великий Леонардо 10 лет носился по конюшнам, препарировал трупы людей и животных, чтобы сделать одного коня. Наше время для воссоздания этого коня тоже потребовалось десятилетия. Понимаете? Empire State Building, американский небоскреб, ростом в 103 этажа, построили в начале 30-х годов прошлого века всего за 400 дней. А тут один конь создает такие трудности на протяжении 500 лет. Непростая эта штука. Это я к тому, что будьте снисходительны. У меня на изготовление и одновременное изучение всего 7 месяцев. Конь, конечно, поменьше, но знания и опыт нужны те же. Но на это уже времени нет. Жизнь несется, что та гоголевская тройка лошадей. Вот наш неполный всадник. Нелинейный метроном. Тик-так, тик-так. Видите, со временем частота увеличивается, а движение становится скованнее. Тик-так, тик-так, тик-так. Вы думали, это все? Маниакальное, депрессивное, биополярное облако зависло над моей крышей? Нет, жизнь только начинается. У всадника прекратится тремор. Он получит свою голову, руки, а в руки барабанные палочки, красивые золотые нашивки на колет, золотой шлем, палаш, пистолет. Сядет на своего коня и поскачет в вечность. Не внувайте, друзья. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok